Здравствуйте, меня зовут Александр Пенегин, я детский композитор-исполнитель. Я счастлив, что попал на этот фестиваль. Я о нем много слышал, много знаю. Здесь многие мои друзья выступали. Но так как в силу моей профессии я себя детям посвятил, то я очень счастлив, что фестиваль расширяется. Сейчас он уже захватывает и детскую аудиторию. Все придет снять в Гоге, все придет снять в Гоге, переделывать в Итоге. Когда их станции завоевали Мерут, они постарались уничтожить все следы этой великой цивилизации. Как тебе живется сейчас здесь? Хорошо, только окон нет. Я не могу без окон. У меня клаустрофобия оказывается. И все это вмещает в себя фестиваль Мамакова. Еще немножко и ребята начнут. Ждут час. Актриса Ольги Лапшиной. И с ней встреча. Хорошо? Хорошо. Давай. Спасибо. Вот ангел из последнего нашего фильма «Егорь и храбрый», который мы еще тут посмотрим на кинопосиделках вечерних. Посмотрите, это пластилин очень недолговечный материал. И наши художники, чтобы сохранить на память что-то, хотя бы то, что осталось от фильма, заливают эпоксидной смолой. Он в таком виде может долго храниться. Иначе он рассыхается, трескается и ломается быстро в очередь. А вот, посмотрите, яйцо волшебное из фильма «Кой горош». Пластилин тут украшен всякими стразами, самоцветными камнями. Такое, чтобы придать ему такое волшебное сияние. Такая вот получилась пластилиновая драгоценность. Дети сейчас с интересом тоже с нами лепили, мы с ними работали. Это, конечно, всегда очень здорово, потому что чувствуем, что растет наша смена. Сергей Меринов, режиссер студии «Пилот», член бутсовета студии «Пилот» и проекта «Гора самоцветов». В данный момент снимаются три новых сказки из проекта «Гора самоцветов» и пилотный ролик сериала «Сумасшедшие волосы». Это шесть маленьких серий по три с половиной минуты. Совершенно новый проект. Это уже не «Гора самоцветов», а другой детективный сериал. В общем, дела у нас, слава богу, как-то идут. Так что стараемся даже во время кризиса выживать и запускать новые проекты. И впервые на таком фестивале, то сразу мы с Галей приехали и друг другу хором сказали, а нам здесь нравится. Приятно, когда вот в одном месте собралось столько интересных, культовных, замечательных людей. Это очень здорово. Продолжение следует... Я попросила, будьте любезны, вот, господин барабанщика, давайте сразу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нас есть сайт нашей школы. Мы буквально маленькая школа провинциального города Московской области, город Егорьев. Мы не имели сил отказаться. Нам очень нравится сам фестиваль, да, идея очень прекрасная. Андрей Баранов. Как вам вчерашняя концертная программа, ребят? Да, очень хорошая концертная программа, хорошо подобранная. Конечно, очень хотелось бы видеть здесь больше народа, несмотря на то, что вот действительно была мощная реклама, с моей точки зрения была мощная, сильная реклама. Народ почему-то не ездит. Я не знаю, с чем это связано. Здравствуйте. Да, первый раз на фестивале. Первый раз сюда приехали. С всей семьей, да? Да, всей семьей. Жена, ручка. Приблекло в первую очередь имя Андрея Баранова, потому что знакомы с его творчеством достаточно близко. Неоднократно бывали на концертах его. И когда узнали, что проводится вести в памяти об Андрея, то из-за он и решили прибыться. Вот пока увиденное превосходит ожидания. Хотелось бы более плотной программы, поскольку посмотрели, кто будет выступать завтра, в воскресенье, все громкие имена завтра, и смысл остаться на три дня целеполго.